В июне 1876 года в Барнауле побывал всемирно известный ученый-зоолог Альфред Брэм, автор фундаментальной работы «Жизнь животных». Он был участником крупной экспедиции по Западной Сибири. В одном из домов на нынешней улице Пушкина он прожил неделю, посетил сереброплавильные, содовые заводы, а также нынешний Краеведческий музей. Местные чиновники оказали Брэму роскошный прием, в ходе которого он в полной мере познал законы сибирского гостеприимства. Возможно, поэтому он и написал. Барнаул производит очень приятное впечатление, и хотя это только уездный город, не уступает многим губернским городам не только Сибири, но и Европейской России. В июне в Барнауле начало работу по меньшей мере три так называемых детских площадки. В Барнауле они работали при Зайчанской, на горной школе, а также на территории нынешнего Центрального парка. Вот что писала в те дни газета «Жизнь Алтая». На каждой площадке состоит по три платных руководительницы. Дети под их руководством занимаются играми, рукоделием, посадкой цветов и овощей. Один день в неделю посвящается прогулке в лес. Подобные площадки, где летом дети оставались под присмотром, появились в России в самом конце 19 века. В советское время их опыт, начиная с 20-х годов, переняли первые городские и загородные лагеря отдыха, позже – пионерлагеря. В июне 1999 года по решению Барнаульской городской думы сквер на пересечении улиц Юрина и Шукшина получил название «Площадь имени Василия Макаровича Шукшина». Год выбран не случайно, край праздновал 70-летие со дня рождения писателя. К тому моменту на площади уже 10 лет стоял памятник Василию Макаровичу. Редактор субтитров А.Семкин